Вы смотрите Информбюро, продолжаем выпуск. В Восточно-Казахстанской области в минувшие выходные с отравлением от угарного газа были госпитализированы 9 человек. Еще один скончался. С наступлением холодов это становится едва ли не самой распространенной причиной гибели людей. Но обезопасить себя можно. Екатерина Рыльская расскажет как. Отсутствие тяги в дымоходе стало причиной гибели одного человека и госпитализации еще девяти, в том числе целой семьи матери и ее троих детей. Лишь за прошедший месяц с диагнозом отравления угарным газом в больнице региона доставлены 57 человек. Врачи говорят, что это только начало. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, ни какого-либо вкуса. Поэтому почувствовать его появление невозможно. При отравлении угарным газом это сердцебиение, легкое потемнение в глазах, мелькание мушек, головная боль. Весьма характерно. Головокружение, тошнота и рвота. Даже после излечения последствия отравления угарным газом трудно предсказать. Все зависит от степени. Самая опасная потеря зрения. Каждый год перед началом отопительного сезона инспекторы противопожарной службы обходят частный сектор, проверяют состояние печей. Однако число жертв и пострадавших не уменьшается. Так что теперь инспекторы советуют устанавливать в домах с печным отоплением дымовые датчики. Так как по статистике пожаров и отравлений угарным газом больше в неблагополучных семьях, начать решили с них. Сейчас я вам извещатель поставлю. Пожарная сигнализация автоматически срабатывает. Она сейчас рабочая. Вот смотрите, она мигает сама красненькая. Стоимость этого датчика, как рассказали инспекторы, около тысячи тенге. Это один из самых простых подобных приборов. Он просто реагирует на дым, но способен распознать и углекислый газ при высокой концентрации. Работает от батареек и просто пищит при любом задымлении. Есть и более сложные и дорогие приборы, которые чутко распознают угарный газ. По датчикам угарного газа, значит, по цене я начинаю от 30 тысяч, в зависимости от характеристик. Есть даже 65 тысяч, но для дома простой подойдется. И у нас как бы часто обращаются. К таким приборам можно спать спокойно. Срок службы где-то от 10 лет. Работает от батареек, от аккумуляторов. Угарный газ тяжелее воздуха, поэтому такого рода датчики ставят ближе к полу. В случае выделения токсичных отходов горения датчик издает писк, что позволяет быстро среагировать даже в ночное время. Есть и приборы, которые подключены к пульту служб спасения. Конечно, такой обойдется значительно дороже. Екатерина Рыльская, Кирилл Ефремов, Информбюро, Восточно-Казахстанская область.